Бабочки бывают разными Смотрите, у меня новые бусики Ух ты! Какие красивые! Ах, бусики рассыпались! А у меня модный журнальчик помялся Какой же ты неуклюжий! А еще бабочкой стать хочешь? Бабочки легкие и изящные А ты такой тяжелый и неповоротливый Что когда станешь бабочкой, то летать не сможешь Все, хватит есть Моя каша! Ты что, травы переел? Да подожди ты! Мне сейчас Элина сказала, что надо быть легкими и изящными А то, когда станем бабочками, взлететь не сможем Ну и что? Как что? Сам говорил Вот будет сюрприз, когда мы пролетим над всеми жителями леса На своих собственных крыльях Говорил? Ну говорил! А про то, что при этом все начнут хлопать в ладоши И плакать от счастья Говорил? А что? Скажешь, не начнут? Не начнут! Потому что не будет никакого сюрприза Мы слишком много едим и тяжелеем И летать не сможем Вот это да! Так что прекращаем есть Начинаем делать зарядку Повторяй за мной Раз, два Раз, два Так, так Я вас кашей угощаю А вы ее выкидываете Эм, мы? Нам очень понравилась ваша каша А туда она случайно упала Ага Такая вкусная, что прямо из рук выскользнула А если понравилась, то надо поесть Сейчас я вам ее разогрею Раз, два Раз, два Выше, легче, изящней Все-таки нехорошо с дядей Шлюком получилось Надо было объяснить ему, почему мы кашу не доели Не умеешь ты мыслить Если объяснить, то сюрприза не получится А-а-а-а! Ой Ай! Здрасте! Привет, ты это откуда? Я гуляю Не хочешь с нами поесть? Вот, угощайся Шершуля сам его избег Вот и товарищ тебе Ну, Вупсень, держи второй кусочек Нет, нет, нет Мы сладкого больше не любим Ага Мы теперь любим только кислое и соленое Кажется, нам пора Чтобы Вупсень и Пупсень сладкого не хотели Первый раз слышу Странно Ну-ка, Лунтик, догони гусениц Отнеси им тогда соленых огурчиков И лимонов прихвати Опять каша А-а-а! Сейчас они оба нас есть заставят О, как раз хотел идти к вам Я тут травы вокруг своей норки накосил Она такая свежая, сочная Вот хотел, чтобы вы подкрепились Каша остывает А я вам еще огурчиков принес И лимоны Что это с вами происходит? Мы просто хотели немного полегче стать Чтобы когда превратимся в бабочек, летать... Только никому не говорите Вы не ушиблись? Корней обещал никому не рассказывать про будущий сюрприз гусениц Но главное, успокоил их Бабочки могут быть разные И большие, и маленькие И тонкие, и толстые И все они прекрасно летают Так что есть можно столько, сколько хочется Привет, я Лунтик Я снова с вами Лесная полька Осанку держи, осанку! Ноги выше, первая позиция Привет, к конкурсу готовитесь? Ага, а ты чего, выступать не будешь? Нет, я же ни петь, ни плясать не умею Эх ты, простофиля Ладно, иди, иди, не мешай Нам еще по ДД повторить надо Да хватит вам уже репетировать И так все хорошо Еще раз пройдем лесную польку и закончим Ого, а говори, он не умеет танцевать Что со мной было? Ты так энергично танцевал, что даже не заметил меня Странно, когда началась эта музыка, мне так захотелось танцевать Так это что, я теперь под музыку каждый раз плясать буду? Ну, давай проверим Ох, отлегло А я-то думал, теперь каждый раз такое будет Опять! Кажется, я поняла, в чем дело Помню, когда Кузя был совсем маленьким Ему очень нравилась эта мелодия Лесная полька Поэтому он хотел станцевать ее на большом праздничном концерте И очень упорно и старательно готовился к выступлению О, точно! Было такое! Как же я забыл! Получается, что эти движения очень хорошо запомнились Раз ты пустился в пляс А, ну теперь понятно А то уж я испугался Думал, заболел чем-то Слушай, Кузя Ты же теперь сможешь участвовать в нашем конкурсе А что? Хорошая идея! Слыхал? Вот Кузя молодец! Ты что? На этом конкурсе только одно первое место И оно должно быть нашим Забыл, какой главный приз? Ящик мороженого! И что же теперь делать? Надо что-то придумать Ну я пошел! Не забудь! Осанка и по ДД О, отлично! Давай, давай! После бабочек выступает Пупсинь А потом Кузя Где же он? Ой, кажется, я увлекся Я же на конкурс шел! Эй, стой! Ты куда? Погоди, Кузя! Покажи еще, как ты танцуешь! Ой! Лесная полька Исполняет Кузя Кузя! Кузя bruся! Кузя, давай скорей! Ну что ж Раз Кузи нет Мы снимаем его номер с конкурса Пара-бара-бам Пам-пам Пара-бара-бам Кузя! У нас же конкурс! Давно пора на сцену выходить? Ой! А я опять затанцевался! Пам-пам А теперь объявляем победителя Наш главный приз, ящик мороженого, достается... Подождите! Я тоже хотел выступить! Несмотря на происки гусениц, Кузя все-таки выступил на сцене Занял первое место в конкурсе И ему достался целый ящик мороженого Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Красивая Клава Клава! Клава! Кошмар! Это чудовищно! Просто ужасающе чудовищно! Безобразное поведение! Да, Клава! Безобразная! Совершенно безобразно! Клава безобразная? Клава безобразная! Как ты изумительно летаешь! А ты так обворожительно порхаешь! Какие мы все-таки изящные и красивые! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а? Лава красивая Помогите! Спасите чудище! Лава чудище Мила, этот цветочек подойдет? Конечно, пчеленок, это очень красивый цветочек Мила, ты тоже очень красивая Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Лава красивая, как мило А-а-а! Помогите! Ужас! Лава ужас Вот в былые времена Многоуважаемый Пискарь Иванович Я могла кружиться в вальсе, как пушинка, подгоняемая ветром Несравненно! Вы и по сей день образец элегантности и очарования А-а-а-а! Благодарю вас, любезнейший! Ха-ха-ха-ха-ха! Буду, как тетя Мотя Слава красивая Захар! А-а-а-а! А-а-а-а! Уи! 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 Кошмар! Захар! Кошмар, это чудовищно Просто ужасающе чудовищно Безобразное поведение Да, это безобразно Совершенно безобразно Самые настоящие невоспитанные чудища Не переживай, это не планас Так Клава поняла, что она очень красивая жаба Изящная жаба Образец элегантности и очарования Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Маленький да удаленький Пупси, тяни сильнее Я что, должен за тебя все делать? Да я тяну, тяну! Привет! Я слышал, вы тут делаете большие качели? Ага, а тебе небось Лунтик сказал? Да, он скоро придет А можно мне с вами? Тебе? Ну, не знаю А что ты можешь? Я? Я могу Могу подавать инструменты Ладно Тогда подай мне небольшую отвертку Эту? Нет, другую, там, справа Эту? Нет, я ведь говорю Справа Эту, что ли? Знаешь, я быстрее сам возьму Лучше помоги кому-нибудь другому Можно я вам помогу? Да нет, не надо Погоди Послушай Так это не делается Давай лучше мы сами А ты помоги кому-нибудь другому Да ты не пилишь А просто за ручку держишься Да-то мне так тяжело Вовсе нет Я тоже пилю Ай, ты что, совсем? Ай Ребята, вам тяжело? Давайте помогу Ты? Поможешь нам? Хе-хе-хе Тоже мне силач нашелся Иди куличики полепи Ха-ха-ха-ха А вот и паутина Ага, скоро начнем собирать Я уже почти закончил Ну вот, осталось их поднять И раз, и два И раз, и два Смотрите, корзина сейчас упадет Держите качели Я ее закреплю Держите крепче Я быстро Ребята, я гаечный ключ уронил Сейчас подам Пчеленок Мила, пчеленок, скорее Спасите Кузю Он же упадет Если кто-то из нас отпустит веревку Он точно упадет Что же делать? Что-что На помощь звать Помогите Помогите Пожалуйста, помоги нам Как он может помочь? Посмотри на него Скорее позови кого-нибудь из взрослых Я не успею позвать Ура! Ура! Спасибо Ты так нам помог Не испугался Ты молодец Да, здорово Молодец Вот так Маленький жучок Сделал большое дело Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем А Земля-то круглая Ну, ты скоро закончишь Все Иди смотри Ага Это мы Это солнце А это что? Земля А чего она круглая-то у тебя? Зачем? Земля же плоская Да знаю я Просто нарисовал так, чтобы смешнее было А давай над малышней подшутим Скажем им, будто Земля на самом деле круглая Так они не поверят Поверят Мы приведем доказательства Лунтик, Кузя А вы знаете, что Земля круглая? Нет Я всегда думал, что она плоская Конечно, плоская Посмотри внимательно Нет Круглая А с чего это ты взял? Если запустить самолетик Он облетит всю Землю вокруг И прилетит с обратной стороны А это значит Земля круглая Смотрите внимательно Все Можете повернуться Ну, что я говорил вам Облетел всю Землю И вернулся Ух ты Теперь вы мне верите? Хе-хе-хе-хе Хм Подержи Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Ага Теперь понятно Это он запустил второй самолетик Да ты что? Ничего я не запускал Обсень Представляешь Они мне не верят Что Земля круглая Конечно, не верим Вот это да А если я оббегу всю Землю вокруг? Поверишь? Ну Если оббежишь Поверю На старт Внимание Марш Поверю Поверю Ну что, теперь вы мне верите? Что-то уж слишком быстро ты прибежал Ну, я торопился Ой, а где же Вупсень? Да, где же он? Вупсень! Вупсень! Эх, Вупсень! Я вокруг земли бегал, а он ушел Не дождался меня Тоже мне брат называется Что такое? Что случилось? В чем дело? Вупсень! Вупсень! Так, так, так Может, объясните, что у вас тут происходит? Представляете, они сделали вид, что обижали всю землю вокруг И еще хотели, чтобы мы в это поверили Подумаешь! Сказали им, что земля круглая Мы же просто пошутили! Что в этом такого? Хм, земля очень большая И целой жизни не хватит, чтобы ее обижать Хотя это, конечно, возможно Ведь земля на самом деле круглая Не может быть! Откуда вы это знаете? Правда? Бегать вокруг земли я, конечно, не буду Но могу показать вам книгу Ого! Ух ты! Вот это да! Здорово! А еще у меня есть глобус Это маленькая модель земного шара Дядя Корней рассказал детям много интересного о нашей земле И, конечно, теперь ни у кого не осталось сомнений, что она круглая Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Красный нос Больно, пчеленок Немного Прямо по носу попало Эй, малышня! Играть-то будем? Пчеленка мечом ударила А вам до этого никакого дела Ничего Уже почти не болит Давайте дальше играть Пчеленок, у тебя нос очень распух Вот это помидорина! Как вам не стыдно? Пчеленку и так больно, а вы еще над ним смеетесь Вы же не виноваты, что он теперь такой красавец! Пчеленок, подожди! Это мы, пчеленок! Мой нос стал еще больше Ничего страшного, пойдем играть на другую поляну, без гусениц А вам не будет стыдно рядом со мной? Ну что ты, пчеленок, мы же друзья Привет, пчеленок! Что это с твоим носиком? Ты такой красивый! Прямо как с обложки журнала Настоящий кавалер! Пригласите меня на танец! Пчеленок, подожди! Куда ты? Противные бабочки! Лунтик, Кузя, привет! Гусеницы мне все рассказали Я принесла пудру Если припудрить пчеленку нос То ничего не будет видно Надо срочно отнести эту пудру пчеленку Пчеленок! Уходи, Лунтик! Я никого не хочу видеть! Все надо мной смеются Я же не смеюсь! Я тебе пудру принес! Надо намазать ею нос И ничего не будет видно Ты уверен? Да! Так мило сказала! Ну как? Как здорово! Ничего не видно! И вправду стало намного лучше! Ура! Я спасен! Теперь я такой же, как все! Привет! Как дела? Хорошо! А где твой красный нос? А он у меня больше не красный! Ха-ха-ха! А сейчас! Ой! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Как же нам помочь пчеленку? Может быть, сделать для него какую-нибудь маску? Кузя, подожди! Переверни на предыдущую страницу! Кажется, я знаю, что надо делать! Я прошу у вас прощения, что отрываю от важных дел Но сегодня с моим другом пчеленком случилась беда У него очень сильно распух и покраснел нос И теперь пчеленок сидит где-то в кустах и не хочет выходить Потому что боится, что над ним будут смеяться У меня появилась идея Как мы все могли бы помочь пчеленку? Я предлагаю, чтобы все надели на себя вот такие носы Всего лишь на несколько дней Пока нос пчеленка не заживет Ведь если мы все будем с красными носами То и пчеленку не будет обидно И он перестанет чувствовать себя не таким, как все Хм... А что? Неплохая идея Я согласен А ну, дайте сюда мой нос И мы согласны! Дайте нам носы! И нам! Пчеленок совсем перестал стесняться своего красного носа И самое главное, он понял, что всегда может рассчитывать на своих друзей Однажды на луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Опоздал Поймал Я же на урок опоздал Что же сказать учительнице? Может, помогал муравьям строить плотину? Нет, не то А может, у бабочек потерялось зеркальце И я помогал его искать? Тоже не годится Может быть, правду сказать Что мы с Лунтиком в мяч заигрались? Нет, тогда влетит О, придумал! Откройте тетрадки на странице Здравствуй, пчелёнок Здравствуйте Что случилось? Почему ты опоздал? Я... Я Лунтика спасал Спасал! Он пошёл гулять по лесу И упал в глубокую яму А я в это время летел мимо На урок Но, услышав, как Лунтик зовёт на помощь Я бросился в яму Взвалил его себе на плечи И вытащил Надеюсь, Лунтик не ушибся? Ушибся У него... Нога заболела И мне пришлось на себе тащить его домой А потом Я ещё долго перевязывал к ему ногу Поэтому и опоздал Ты сам перевязывал ногу? А разве капы с Шером нет дома? Ну, да Их не было Так, надо срочно осмотреть Лунтика Вдруг ему нужна медицинская помощь Ребята На сегодня урок закончен Возьму дома кое-какие лекарства И полечу к нему Что же теперь делать? Лунтик! Ай! Лунтик, миленький, выручай Сейчас сюда прилетит учительница Надо ей сказать, что утром ты гулял по лесу И упал в яму А я тебя спас Тряпку! И у тебя теперь болит нога Понимаешь? Ой Щекотно Лунтик! Лунтик! Это учительница Она уже здесь Лунтик, не подведи Учелёнок У меня же ничего не болит Лунтик Ты дома? Дома Здравствуй, Лунтик Как ты себя чувствуешь? Ай! Ай! Ой! Ай! Ты стонешь Тебе просто необходим постельный режим А ну-ка, пойдём в твою комнату Лунтик, постарайся не двигаться А я сейчас сделаю тебе укол Укол? Конечно Надо ввести тебе лекарство Тогда твоя нога быстро заживёт А может Не надо укола? Лунтик, любую болезнь нужно лечить И ни в коем случае нельзя пускать на самотёк Поворачивайся на живот Не надо уколов Это я во всём виноват В чём ты виноват, Пчелёнок? Я не спасал Лунтика Я опоздал на урок из-за того, что заигрался в мяч на полянке И ты всё это выдумал, чтобы себя выгородить? Да ещё и втянул в это Лунтика Простите меня Прости, Лунтик Что ж, придётся тебе всю следующую неделю Отвечать у доски домашнее задание Пять плюс пять Пчелёнок решил, что никогда больше не будет никого обманывать А Лунтик предложил играть в мяч после уроков Чтобы не опаздывать Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Своими словами Элина прилетает Прилетает И радость наступает Лунтик, привет! Привет, Кузя Я написал стихи бабочке Элине Послушай, пожалуйста Бабочка Элина Прекрасно, как картина Элина прилетает И радость наступает В этих стихах я хотела сказать, какая она красивая Получилось? Как думаешь, ей понравится? Ну, не знаю Элина, картина Простовато как-то Да? А что же делать? Если хочешь написать красиво, то надо писать, как дядя Шнюк Послушай, я помню день в начале лета Ты появилась предо мной Сиянием солнечным одета Как нежный ангел неземной Ну как? Ах, как красиво! Но я так никогда не смогу Ну и не надо! Вот, перепиши и скажи, что это ты сочинил Да? Ну, это же не мои стихи Ну и что? Зато Элине понравится Будет хвалить тебя Ах, Лунтик, ты настоящий поэт Да? Ну хорошо Главное, чтобы ей понравилось Ах, Лунтик, ты настоящий поэт Да? Я так рад, что тебе понравилось Что ты? Это самые лучшие стихи на свете Элина, привет! Иди к нам Я с Лунтиком гуляю А, ну ладно А мне, Лунтик, такие стихи сочинил Хотите почитать? Ну, давай Это Лунтик написал? Как красиво! Это ты написал? Какой ты молодец! У тебя просто талант! Ага А мне можешь что-нибудь написать? Да-да, я сейчас Я на минуточку Лунтик, куда же ты? Привет, Лунтик! Привет, Лунтик! Привет, ребята! Хотите почитать, какие стихи мне Лунтик написал? Лунтик, это ты написал? Чудесные стихи! Жаль, что пчеленок мне такие не пишет Я просто не умею! Если бы Лунтик меня научил, я бы точно что-нибудь написал Ой, и правда! Лунтик, может, дашь пчеленку пару уроков? Я? Я? А я же... Я буду стараться Я буду стараться Я обещаю Только скажи, что делать Я? Подождите Мне надо подумать Извините Лунтик, я буду ждать тебя на полянке! Как закончишь думать Приходи! Добрый день, дядя Шнюк А, здравствуй Смотрите, какие замечательные стихи! А, спасибо! Я помню, как я их писал Это было весной Я встал на рассвете Подождите, подождите! Это Лунтик написал? Э, здесь какая-то ошибка Эти стихи написал я Подожди-ка Вот, смотри Зачем ты меня обманул? Ведь это не твои стихи Это не для меня написано Элина, не улетай Я просто хотел, чтобы тебе понравились стихи Ведь то, что написал я, не так красиво Видишь, мои стихи гораздо хуже, чем у дяди Шнюка Да ты что, Лунтик? Эти стихи нравятся мне в сто раз больше, чем стихи дяди Шнюка Да? Правда? Конечно! Ты ведь написал их для меня И сделал это сам Чтобы порадовать друзей стихами, не обязательно быть великим поэтом Достаточно написать что-то от чистого сердца Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Кузя, а куда это ты собрался на ночь глядя? Мы с Лунтиком и гусеницами будем сидеть у фонарика и рассказывать друг другу страшные истории Как интересно! А можно мне с вами? Нет, это игра только для мальчишек Девчонки не умеют пугать, они сами всего боятся И чуть что, сразу кричат Вовсе нет Вот и первое очко нашей команде Это не считается, Мила с нами не играет Да ладно, возьмите ее А мы гарантируем, что до утра она не досидит Нет уж, спасибо, напрашиваться не хочу Спокойной ночи Спокойной? Думаете, ночь будет спокойной? Ха-ха, не дождетесь Мы вас так напугаем, что спать не сможете Что? Да это вы будете верещать, как девчонки Страшилка Я сел за стол и уже собрался взять пирожок, как вдруг вспомнил, что я забыл вымыть руки И что? Вот, конец Ха-ха, ерунда Не страшно, вот мы сейчас расскажем Наша история называется Травяные чудовища Говорят, что эти чудовища обитают в траве Вы слышали? Да это все ветер Нет, это все травяные чудовища Они бродят по ночам и хватают всех, кого встретят на своем пути Похоже, в траве и правда кто-то есть А, испугался? Что? Вовсе нет Смотрите Что это? Травяное чудовище А-а-а-а Лунтик, не отставай! Лунтик! Лунтик! Кузя, ты где? Пупсень, Пупсень Я боюсь Идем домой Тихо Я и пытаюсь дорогу домой найти Пупсень Ты тоже это слышал? Травяное чудовище А-а-а А-а-а Пупсень, ты где? Подожди! А-а-а 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 Помогите! Ай! Ай-ай-ай Ай-ай-ай-ай Пупсень, это я! Ты кожу не видел? Я здесь! Вставай! Где Пупсень? А-а-а Пупсень! 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 Как хорошо, что я тебя нашел! Мы думали, тебя схватили! А-а-а 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 А-а-а-а А-а-а 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 А-а-а-а Вот вы где! Так-так-так Значит, мальчики у нас самые смелые! Только девочки так кричат! Мила, это ты нас пугала? Как у тебя это здорово получилось! Спасибо! А где Пупсень и Вупсень? Ку-ку! Ребята, конечно, сильно перепугались, но все равно были довольны. Ведь благодаря Миле у них получилась настоящая ночь страшилок. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доброе утро, Шершуля! Доброе утро, Капочка! Как вчера было хорошо! Мы так прекрасно здесь танцевали! Не правда ли, Капочка? Да, было столько гостей, я уж думала, пол не выдержит. Пол? Этот пол выдержит все! Ля-дол, ля-дол! Хе-хе-хе! Так, что тут у нас? Доброе утро, бабуля! Бабуля, тут пол скрипит! Шершуля, ты слышишь? Корней опять что-то роет. А, что? Пол скрипит. Похоже, придется его менять, а то развалится. Менять? Это же столько работы! И все из-за какого-то скрипа! Лунтик, осторожней, вдруг провалишься. Капочка, думаю, еще рано этим заниматься. Пол крепкий, он еще долго продержится. Шершуля, по-моему, тебе просто лень. Чего ты взяла? Генерал Шер не знает, что такое лень. Просто я хочу все продумать. Хорошо. Только, пожалуйста, не откладывай это дело. А сейчас давайте завтракать. Это здорово! Да, бабуля! Лунтик, ты уже позавтракал? Да! Принеси, пожалуйста, посуду. Хорошо! Деда, смотри! Деда, надо скорее чинить пол. О, починю. Только попозже. Мне сейчас не до этого. Только пока капочки не говори. А то расстроится. Хорошо. Давай быстренько прижмем доски столом. Деда, может, расскажем все бабе Капе? И не надо будет ничего прятать. Она расстроится. Ах, как я устал от этих хлопот. Надо отдохнуть. Ой! Лунтик, прижимай чем-нибудь доски. Вот так. Вроде все прикрыли. Ой! Деда! Шершуля, что здесь за шум? Что здесь происходит? Ой, капочка. Я... Я... Просто споткнулся. А почему здесь все передвинуто? Это мы ставим все по-новому. Так удобнее. Деда! Шершуля! Что со мной произошло? Деда, под тобой провалился пол. Думаю, тебе лучше сегодня полежать. А мы с Лунтиком попробуем заделать дыру. Что? Ну уж нет. Я это дело запустил. Из-за меня все это случилось. И я исправлять буду. Еще не хватало, чтобы вы провалились. Ну что ж, приступим. Генерал Шер взял себя в руки и, конечно же, починил пол. Ведь самое главное, чтобы Лунтику было с кого брать пример. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Прививка. Доброе утро, дедыш. Как вкусно. Лунтик, давай тарелку. Я положу тебе голубцы. Капочка. Так вкусно. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, пчеленок. Садись, пообедай с нами. Спасибо, но я спешу. Учительница просила зайти за Лунтиком. Сегодня всем детям в нашей округе будут делать прививки. Как интересно. А что такое прививка? Эээ, прививка? Это, эээ, это когда доктор делает укол. Например, в руку. Ой, я не хочу, чтобы меня кололи. Лунтик, это не так уж страшно. Но это очень нужно для твоего здоровья. Да. Если сделать прививку от какой-нибудь болезни, то ею не заболеешь. Ну, если не так уж страшно, чтобы не заболеть... Ах, тогда согласен. Я же забыл муравьишке о прививке сказать. Лунтик, ты иди, а я тебя догоню. Хорошо. Давай на перегонки, кто быстрее ее съест. Давай. Здравствуйте, а я иду прививку делать. Ой, что, что ты сказал? На прививку иду. Сам идешь? На прививку? Да. Прививки будут делать всем детям. Кошмар. Это же так больно. Прививки? Это ужасно страшно. Беги лучше, пока не поздно. Лунтик. Бежим отсюда, а то и нас прививку заставят делать. Да, точно. Лунтик. Лунтик. Где ты? Лунтик. Привет, пчеленок. Привет. Вы знаете, что сегодня всем детям делают прививки? Знаем. Нам уже сделали. А вы видели Лунтика в медпункте? Нет. Помогите, пожалуйста, мне его найти. Мне кажется, он боится прививки и поэтому прячется. Конечно, поможем. А, кто это? Это я. Уходи отсюда. Тебя ищут. Из-за тебя и нас на прививку потащат. Лунтик. Куда ты исчез? Надо же прививку делать. Я... Я не хочу. Мне страшно. Там нечего бояться. Гусеницы сказали, что это очень больно. Нашел кого слушать. Идиом. И ты сам убедишься, что это не так. Поймали лопуха. А нас не заметили. Вот увидишь. Это совсем не больно. Я даже не пикнул. Привет, муравьишка. Ты уже сделал прививку? Конечно. И разве тебе не было страшно? Ни капельки. Здравствуйте. Привет, Лунтик. Садись скорее. Это правда не больно? Конечно, нет. Ты даже не почувствуешь. Все, Лунтик. Ой, как? Уже все? Да. Видишь, здесь нечего бояться. Я не думал, что это так быстро. И правда ничего страшного. Спасибо. До свидания. Так, Лунтик сделал. Где же Пупсень и Пупсень? Оказывается, это совсем не больно. Вот видишь. Зато теперь мы не заболеем. Сюда! В прививке нет ничего страшного. Зато потом ты не будешь болеть. И не придется каждый день принимать лекарства и делать уколы. Ай! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Гимн. Ха-ха! 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 Лунтик, слышишь? Бежим, посмотрим, кто поет. Куда это они? Не знаю. Тише. Не зла воля, нам не страшна никакая преграда. Честь и отвага, наша награда. Ура, 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 ура! Ах, 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 ах! Деда, а что ты пел? Это гимн. Торжественная песня, прославляющая пчел. А почему только пчел? Мы тоже хотим прославляться. Нам тоже нужен свой гимн. Точно, свой гимн. Вот, я листочек принес. Так, о чем будем писать гимн? О нас, о гусеницах. Конечно, о нас! Почему только о гусеницах? Я не хочу такой гимн. Я тоже не хочу. Я не хочу. А я хочу! Я придумал. Давайте напишем гимн о дружбе. Здорово! Ура! О дружбе! Здорово! О дружбе! Что за ерунда? Еще не хватало, чтобы все пели про дружбу. Нужно, чтобы все пели про нас. Мы будем сочинять про дружбу. Ну и пожалуйста. А мы свой гимн сочиним. Лучше вашего. Да, точно. Лучше вашего. Целый день ничего придумать не можешь. Сам бы и придумал, раз такой умный. Смотри. Я побегу расклеивать около пруда, а ты к муравейнику. Ага. Завтра утром на берегу пруда впервые будет исполняться наш гимн дружбе. Ну вот, у них уже гимн готов, а у нас совсем ничего. Не ной. Возьмем их слова и справим на свои. Пусть все жители леса поют про нас. Пусть все жители леса поют про нас. Пусть все жители леса поют про нас. Дорогие слушатели, сегодня мы исполним наше сочинение. Гимн дружбе. Мы не такие глупые, чтоб в ерунду играть. В ерунду играть. Траву мы лучше будем ест, чтоб бабочками стать. Эхе-хе-хе. Это вовсе не наш гимн. Мы этого не писали. Мы его написали. Опять будут все. Друзья совсем нам не нужны. Нам здорово вдвоем. Про нашу хитрость и обман вам песенку споем. Ага, брата, брата, гусеницы. Гимн дружбе. Гимн дружбе. Гимн дружбе. Гимн дружбе. Лунтик, пойте свой гимн. Но гусеницы зачеркнули наши слова. Я помню их наизусть. Мы вместе играем, с улыбкой живем и новую песню о дружбе поем. Ведь дружба для нас это главное дело. Об этом рассказать мы все можем смело. На юбиле и в цветочках, в тропе и на лискочках, в пруду и у ручьях нам весело, друзья. Вскоре этот гимн с удовольствием распевали все жители леса. Друзьями не страшно в грозу и ненастье. Мы вместе легко подаленем на пасте. Ведь дружба приносит нам силу и смелость. И мы обещаем хранить в дружбе верность. На юбиле и в цветочках, в тропе и на листочках, в пруду и у ручьях нам весело, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова